МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прервалась серия из трех побед Акбарса в КХЛ. Также впервые казанцы проигрывают два матча подряд в этом сезоне. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться команде, смотрите далее в сюжете. Мы уже затрагивали тему с тем, как много пропускает Акбарс. Белялов по коэффициенту надежности один из слабейших вратарей в лиге на данный момент. Однако главный тренер Зинтула Хайдарович полностью доверяет опытному голкиперу. Но на прошлой неделе тренер остался в безвыходной ситуации, и Белялов, и Мефтахов получили травмы. А отдуваться пришлось 21-летнему Артуру Ахтямову. Первая проверка на прочность была с Динамо Минском. Первым же броском-поворотом Ахтямов пропустил. Чувствовал, что вратарь нервничает, но конкретно его обвинить в этом моменте тяжело, потому что игроки Динамо Минска выкатывались два в одного после ошибки Шипачева. В третьем периоде голкипер Акбарса сыграл лучше, но не уверенно. Тяжело винить Ахтямова в чем-либо, потому что у вратаря практически не было игрового опыта в составе Акбарса. Тут больше вопросов к Беляли Динову, который не спешит наигрывать молодых вратарей. Также Зеленые вновь пропустили в большинстве уже четвертый раз в сезоне и не использовали свое численное преимущество. 3-2 Казанцы проигрывают в матче с Динамо Минском. Следующая игра была с Торпедо Ларионова. И тут все шло по сценарию прошлого матча. Акбарс вновь пропускает первым, а затем не реализовывает большинство 5 в 3. В третьем периоде Казанцы счет все-таки сравняли, но вот в овертайме после удаления Радулова победу Торпедо приносит Василий Атанасов. Впервые в этом сезоне Зеленые проигрывают два матча подряд. Следующий матч 1 октября Акбарс играл с Амуром. Тут казанцы совершенно не встретили сопротивления от Хабаровчан и одержали победу со счетом 5-1. Но несмотря на уверенную победу, проблемы в игре с более сильными командами заметны, и их нужно исправлять. Однако Зеленые по-прежнему держат второе место на Востоке. Играть с лидером всегда сложно, особенно когда он не проиграл ни одного матча. Но вот в игре с Краснодаром Рубин блекло не выглядел, а в некоторых аспектах даже превосходил своего соперника. Но почему не удалось зацепиться хотя бы за одно очко, узнаете прямо сейчас. На прошлой неделе Рубин играл только один матч, но зато с кем? С лидером турнирной таблицы российской премьер-лиги Краснодаром, который еще ни разу не проиграл в этом сезоне. Нужно ли говорить о том, что команда Рашида Рахимова считалась явным аутсайдером матча? Однако моменты у казанцев были и довольно хорошие. Рубин владел мячом, пробовал обострять игру, но тут команда столкнулась с самым тяжелым соперником, с чужими воротами. Казанцы просто транжирили момент за моментом, нападающие никак не могли отличиться. Но гол забить все-таки удалось. Мерлинду Даку смог отправить мяч в сетку ворот Краснодара. Правда, сделал он это из положения вне игры. Примечательно, что Рубин довольно часто забивает из аутсайда в этом сезоне, что, конечно, не играет на руку команде. А вот у Краснодара проблем со взятием ворот не было. Джон Кардоба на 24-й минуте открыл счет в матче. В концовке игры казанцы бросили все силы, чтобы сравнять счет и заработать хотя бы одну очко. Но забить удалось именно Краснодару. А Луси Гену удалось замкнуть прострел Кардобой и сделать преимущество в матче комфортным для своей команды. Также видно, что новички Рубина все еще не сыгрались, и им нужно больше времени для адаптации в команде. 0-2. Рубин в очередной раз уступает в РПЛ. И хотя можно сказать, что Краснодар находится на первом месте, и игра ожидаемо была проиграна, главный тренер Рубина так не считает. На самом деле я вот сейчас зашел в раздевалку и команде сказал, мне за вас просто обидно, больно. Потому что, ну вот лидирует Краснодар. Но сегодня вы показали, что первое место или там пятое место для вас, это не проблема. Я вам до игры сказал одну очень важную вещь. И вы допустили все равно эту ошибку. Потому что я вам сказал, этот матч могут решить детали, мелочи, недоигровки в каких-то ситуациях. Мне должно быть и по игре, я говорю сейчас, обидно, когда ты вот такую игру, ну не набираешь какие-то очки. В любом случае это поражение. Рубин опускается на одну строчку вниз таблицы и снова находится в зоне стыковых матчей. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике в этом году вновь провели в столице Татарстана. В турнире участвовали более тысячи спортсменов из 21 региона России. На протяжении трех дней соревнования проводились в 12 дисциплинах. Степ-аэробика 2-3-4 человека, аэробика 1-2-3-4-5 человек, хип-хоп, хип-хоп-дуэты, хип-хоп-большая группа, а также новые дисциплины фитнес-лайт. Разработанные российскими тренерами. На площадку вышли как уже взрослые спортсмены, сеньоры старше 35 лет, так и совсем юные, 5-7 лет. Среди участников было разыграно 300 комплектов медалей. Казанский национальный полумарафон прошел в этом году особенно ярко. Более 5000 человек приняли участие в нескольких забегах. Подробнее о масштабном событии расскажем далее. Эмоции на пике и настоящая спортивная лихорадка спортсменов из семи стран объединил ежегодный Казанский национальный полумарафон. Россия, Казахстан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Узбекистан и даже ЮАР. Участники этих стран пробежали несколько забегов на 3, 10 и 21 километр. Первый забег начался с дистанции на 10 километров. Набирая скорость, спортсмены бежали, воплощая в себе энергию и стремление к победе. В первой части полумарафона одним из участников стал мэр города Иннополис Руслан Ринатович Шагалеев. Однако не только лидеры испытывали буря эмоций. Участники, приближавшиеся к финишу, отражали на своих лицах всю смесь чувств. Усталость и радость, которую не может передать ни одно слово. Вторым забегом стала дистанция на 21 километр. Силы их эмоций возрастали с каждым преодоленным километром. Спортсмены вели борьбу не только с остальными участниками, но и собственными эмоциями. Ведь каждый километр на маршруте становился для них горячей точкой испытаний и радостей. Третий забег 3 километра, а перед стартом участников поздравил министр спорта Республики Татарстан и анонсировал следующий национальный марафон. Перед началом этого забега прошло награждение участников разных возрастов на дистанции 21 километр. Благодаря грандиозной организации и высокому уровню спортивной подготовки полумарафон стал зрелищным и непревзойденным событием для всех участников и болельщиков. Маргарита Бондаренко, Эмилия Хамитова, Неделя спорта. Студенческая футбольная лига Республики Татарстан начинает проводить матчи. Сборная КФУ встретилась на поле с командой КНИТУ КАИ. О результатах встречи и положении команды федералов смотрите в следующем сюжете. Первый тур студенческой футбольной лиги Республики Татарстан выдался зрелищным и богатым на голы. В нем столкнулись принципиальные соперники – Казанский федеральный университет и Казанский авиационный институт. В прошлом сезоне КАИ нанес два досадных поражения КФУ, одно из которых было в полуфинале СФЛ. Теперь команды предстали в обновленных составах, что добавило интереса матчу. В первые минуты команды присматривались друг к другу и не стремились обострять игру. На 17-й минуте атака КАИ стала голевой. Никита Иванов точным ударом открыл счет в матче. Однако спустя всего две минуты футболист КАИ нарушил правила в своей штрафной площади, чем принес пенальти в свои ворота. Денису Давыдову из КФУ удалось переиграть фартаря и сравнять счет. Однако авиационный институт к концу первого тайма прижал федералов к своим воротам. Айнур Шарафуддинов забивает гол в раздевалку и выводит свою команду вперед. Первый тайм закончился со счетом 2-1. После перерыва футболисты КАИ продолжили давить соперника и спустя 4 минуты Марсель Загидулин сделал счет 3-1 в пользу авиационного института. Важно отметить, что КАИ имел существенно большую ротацию, чем у КФУ. 9 игроков на скамейке против трех. Это не могло не сказаться на физическом состоянии федералов. Измотанные оборонительными действиями против свежих игроков авиационного института, киллбарсы стали совершать ошибки. Одна из таких привела к автоголу Дениса Кулагина. Матч близился к завершению, но без еще одного забитого мяча не обошлось. После хорошей комбинации точным ударом гол забивает вышедший на замену Мелангалин. Финальный свисток, счет 5-1. Казанский авиационный институт КАТКОМ проходится по Казанскому федеральному университету и начинает сезон с победы. Этот матч показал, что даже при хорошей игре побеждать с небольшой ротацией игроков сложно. Поэтому КФУ нужно будет решить эту проблему, чтобы конкурировать с такими серьезными соперниками. Алина Чупрова, Азат Хусаинов, Неделя спорта. С 8 октября стартует главное спортивное событие для Казанского университета – Кубок университета 2023. Перед началом турнира по традиции была проведена жеребьевка впервые в истории 18 команд. По ее результатам турнир стартует со стадии 1-16 финала. В первом матче чемпион Кубка университета 2019 года Набережный Чеменинский институт встречается с дебютантом – Институтом дизайна и пространственных искусств. Начало матча в 14.00, а следом во втором матче 1-16 финала путевку дальше разыграют между собой сборные Химического института и Института психологии и образования. Начало в 15.00. Все игры будут в прямом эфире в группе ВКонтакте УнивертВ. На сегодня все. Это была неделя спорта. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!